Итак, привет друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Алик. Сегодня мы с вами поговорим о фобиях собаки, то есть боязнь машин, других собак, срывы на этих других собак, срывы на машин. Очень много люди путают понятие фобия, боязнь, да, просто с дикостью собаки. То есть собака просто никогда в жизни не встречалась с подобными обстоятельствами, она не понимает, как себя вести. И наша задача передать свое внутреннее спокойствие и самообладание нашему животному и просто подсказать ему, как себя вести в данной ситуации. Когда я приехал сюда, передо мной была поставлена задача, одна из задач, научить собаку спокойно реагировать на других собак, на проезжающие автомобили, в принципе на автомобиле, ну и чтобы собака ходила как бы адекватно рядом и понимала команду ко мне. То есть это вот одна из цель и задач, которую я сегодня хотел бы вам продемонстрировать. В неизвестной ситуации один из основополагающих принципов не уходить из ситуации, пока собака находится в возбужденном состоянии. Это первое. Второе. Не давать собаке принимать самостоятельное решение, то есть прыгать в сторону, убегать куда-то. Это все ее решение. Должны решения исходить от вас. Она не должна задумываться, как себя вести, обгавкивать собаку другую, дергаться от проезжающего автомобиля. Здесь всем руководите абсолютно вы. То же самое примерно по команде рядом. Но по команде рядом я не буду сейчас много говорить, потому что роликов целая куча на эту тему. Давайте просто сейчас я продемонстрирую, как за такой небольшой промежуток времени мы, собственно говоря, с животным научились это делать. Тут очень важный момент такой, когда приходит неизвестный человек, как во многих роликах, у многих кинологов, это происходит мгновенно. Да, этот эффект присутствия первого появления, он есть. И самое главное, что здесь нужно, когда собака начинает с вами проживать, когда она начинает вас чувствовать, она начинает вас испытывать. И вот здесь вот уже второе, когда будет происходить испытание у вас, ваша задача закрепить это поведение. То есть принимаете решение, вы уходите в спокойном состоянии, и тогда все будет у вас замечательно. Ну вот, собственно говоря, все. Давайте перейдем к практике. Ну вот, команду ко мне. Команду ко мне, почему я перевел на ультразвуковой свисток, потому что, когда владелица собаки гуляет по побережью Индийского океана, шум волн, и, собственно говоря, просто не слышно собаке, когда вы кричите ко мне. В принципе, там ничего не слышно, а ультразвук, как и в тайге, который я использовал, слышно очень хорошо. Поэтому я научил собаку не к ко мне, да, а именно к ультразвуковому свистоку. Ну, давайте приступим. Пошли возьму. Пошли возьмите. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...